Всем привет! Мы сейчас в Европейском парламенте и вам пошлем маленькое короткое сообщение отсюда. Добрый день всем, которые нас видят. Сегодня мы находимся с коллегами в Европарламенте, в Страсбурге, во Франции. И мы хотим послать очень ясное письмо или, скажем так, месседж и наше заявление ко всем, которые нас увидят. Мы против пыток. Против пыток, против тех, которые в заключении в Казахстане, власти должны понять, что это неприемлемо и они должны отказаться от таких не только что незаконных заключений, но и пыток. Это, как говорится, сталинизм и КГБ методы. И я надеюсь, что власти Казахстана это услышат. А если не услышат, мы найдем способ, как припомнить. Спасибо вам большое. Елена, расскажите, что вы здесь делаете и с кем вы встречаетесь. Мы приехали специально, чтобы донести до евродепутатов о том, что в Казахстане происходят пытки, притом массовые пытки, которые исчисляются сотнями. И мы хотим остановить пытки. Спасибо. 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 На метель, на день рождения, на Забаево. Спасибо. Всем вам говорят огромное спасибо. Мы сейчас находимся в Европе. Мы хотим донести проблему, которая происходит в Казахстане. Это массовые пытки и насилие в исправительных учреждениях. Я хочу донести конкретно по каждому случаю депутатам о том, что происходит в учреждениях в Восточно-Казахстанской области. Это ОВС 156, 15, 14, 17, 20, С1, где издеваются над осужденными. Это такие, как Ходсултанбеков, это Кибигунов, это Ильиманов, Сатаров, Васильев, Ефремов, Абдрахимов, Иванов, Трунов, Родионов, Волошанин, Ефанов, Сорокин, Калиев. Это очень много судей и список можно продолжать. Пытки в исправительном учреждении ЛАВ 155-12, ЛАВ 155-8, 104-й лагерь, это Казаларда, это Чемкен. То есть в каждом исправительном учреждении Казахстана происходят пытки. И каждую фамилию я озвучу, и каждую фамилию того, кого пытали, кто стал инвалидом, пострадавшим. То есть хочу донести все вот эти проблемы до евродепутатов, чтобы они помогли принять меры реагирования и остановить пытки в Казахстане. Потому что наше правительство, я так понимаю, оно не в состоянии остановить или просто не хочет. Спасибо, Елена. Скорее всего, не хотят. Потому что Назарбай сейчас строит фасадную демократию. Он играет на публику. Запад боится критики Запада. А Европарламент – это то место, где принимается резолюция, и проверяются, выполняются ли все пункты договора между Евросоюзом и Казахстаном. А Казахстан не выполняет свои обязательства. Нет свободы слова, демократические ценности вообще не уважаются. Поэтому мы здесь и находимся, чтобы донести до евродепутатов, что творится в стране вечно зеленых помидоров, как Казахстан. Что с вами происходило? В Актау? В Актау, да, я только что посмотрел видео, я слышал пламенную речь Айгуль. Это супруга Аблаваса Джумаева, которого 10 мая арестовали. 11 мая уже осудили его. Уголовное дело завели. У них 5 лет детей. Они вышли за будущие своих детей. Они просто вышли на мирный митинг. Да, против пыток, против политического преследования. И вот результат. И таких случаев мы список только что посмотрели, около 200. И, например, Осетный Жаубай в Алматы. Например, Жмогулу Фабишев тоже в Алматы были арестованы. А про Мурата Бега Тунгушпаева мы рассказали, какую лепту он внес в развитие демократии в Казахстане. И теперь его тайно украли, выкрали из тюрьмы Бешкека и перевели в Алматы. Об этом все мы рассказали. Поэтому мы за мирные митинги. Это единственный инструмент влияния на нашу преступную власть. Еще из Кастаная у вас был один случай. Да, у нас в Кастаная тоже его закрыли. Это Арман Аллахаев по статье 405. Да. То есть какие в основном обвинения у вас начались? В основном обвинения у них это разжигание социальной розни. Вот, например, Джумаева обвиняют по 179 статье. Это свержение власти. Абсолютный абсурд. Люди принимали участие только в мирных протестах. Естественно, и я был самообвинен в этих самых статьях. И 405 статья – это неподчинение, неповиновение власти. Из-за этого все можно придумать, конечно. Это абсолютно неправомерные действия. В Казахстане есть судопроизводство, но нет правосудия. Да, мы это все видели. Всем привет. Мы это как раз-таки тоже видели на случай Искандера Ерембетова. Фактически его лишили справедливого судебного разбирательства. На сегодняшний день происходит судилище. Международным наблюдателям не дают даже возможности нормально встретиться сейчас с Искандером Ерембетовым. Мы считаем это исключительно политически мотивированным делом. И фактом преследования Батагоджерни Мали, которая долгие годы работала как юрист-правозащитник, защищая многих людей из Украины, России и Казахстана. В том числе оказывая юридическую помощь оппозиции в Казахстане и Мухтара Облязова, главному оппоненту политическому Нурсултану Назарбаева. Я хотела бы еще передать слово Елене Семеновой, потому что она должна рассказать, что произошло в Караганде. В частности, в колонии в Долинке, сразу после того, как была миссия правозащитная из Италианской Федерации по правам человека, когда они встречались с жертвами, с родственниками жертв пыток в Казахстане. Я хочу сказать, что произошли так называемые плановые мероприятия, когда были сбиты, осуждены. То есть это говорили сами осуждены, это не мои домыслы, что буквально за два дня до этого произошла встреча с представителями правозащитных организаций международных, где родственники осужденных, как раз вот СИИ-1, рассказали о том, какие пытки происходили в отношении их близких детей. И буквально через два дня начались такие плановые мероприятия, которые закончились такими вот... Что это значит плановые мероприятия? Это плановое обысковое мероприятие, как говорят еще, вот войск, когда вырываются в камеры, обыскивают все, то есть ищут запрещенные предметы. У меня всегда возникает один вопрос. Какие запрещенные предметы могут быть в учреждении, которое находится под охраной этих же сотрудников? Откуда они берутся? Что это значит для заключенных? Их избивают? Что с ними происходит? Их избивают, над ними издеваются. Вот как в данном случае СИЗО Караганды было, что были все-таки избиты. Об этом говорят один из свидетелей, он же потерпевший по факту убийства Чупина. Он сейчас находится в больнице, то есть с ранением грудной клетки. И также вот издевательство и унижение, когда осужденных разделили догола и заставляли приседать, то есть присутствие женщин-сотрудниц. Вот они об этом говорят, что стыдно, что стояли молодые девушки и смотрели на все это новое. То есть это унижение. И хочу сказать, что вот сейчас состоялась первая встреча, нас услышали, нас слушали очень внимательно. И сейчас мы будем готовить полностью письмо, чтобы для вручения лично каждому депутату, то есть конкретной ситуации, конкретный кейс, что происходит, как происходит и какие последствия после всего. Я сейчас одно только слово скажу, что каждый из евродепутатов просит нас переслать им информацию, то, что произошло, особенно сейчас в Караганде. Индивидуальные кейсы по фактам пыток. Мы обязательно информацию эту представим, как сейчас мы представили по политическим заключенным. Сейчас еще слово Булату Атабаеву, но мы должны скоро бежать на встречи. Да, мы сейчас бежим на встречу еще раз. Но евродепутаты, с которыми мы встречались, они интересуются, есть ли гражданское общество в Казахстане, есть ли вообще гражданская культура. Что я ответил на этот вопрос? С появлением демократического выбора Казахстана, это по сути, после того, как Аблязов вышел из тюрьмы французской, политическая жизнь Казахстана активизировалась. Активизировалась за счет того, что мы организовали вот это движение, гражданское движение ДВК. И активность народа, казахстанцев, сейчас уже видно, это невооруженному глазу. Поэтому гражданское общество сейчас развивается, и это общество есть. И эти митинги 10 мая, 23 июня, и вот теперь вот 6 июля, это яркий пример там к тому. Комитет уголовно-исправительной системы Казахстана пытается опровергнуть сообщения о массовых пытках в СИЗО Караганды. Но однако к ним доверия нет, потому что все сообщения о пытках игнорируются и надлежащего расследования не проводят. И мы требуем проведения надлежащего расследования и наказания виновных. Мы ждем реакцию от амбуцмена, генеральной прокуратуры и МВДРК. Вот на встречах с депутатами Европарламента нас все спрашивают о том, как отреагировало на данную ситуацию правительство, генеральная прокуратура, амбуцмена, все. Просто сейчас мы говорим о том и показываем опровержение КОИС, но все-таки мы говорим о том, что мы надеемся на надлежащую реакцию и надлежащее расследование по факту произошедшего в СИЗО Караганды. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я еще раз хочу повториться, 6 июля митинг. Это мирный митинг, это мирная акция. Ничего радикального мы не требуем. Мы требуем, чтобы правительство, власть прислушивалась к нам, народу. Мы их избрали, в конце концов. Если даже не избирали, от нашего имени они там сидят. Поэтому все на митинг, 6 июля. Спасибо. 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 . Спасибо. Сидели кофе пили и разговор шел о Польше. Сегодня вчера ночью и сегодня поляки они ночевали на площадях они выступили против того чтобы генеральный прокурор и он же министр юстиции в будущем они хотят поменять конституцию и чтобы генеральный прокурор назначал судей это значит та же ситуация в Казахстане которая назначает судей всех начиная районного до Верховного Суда. Таким образом они хотят подмять судебную власть в Польше и вот народ возмущен и об этом мы сегодня говорили в кулуарах и считаем что это активность он и в парламенте будет поддерживаться если сам народ само гражданское общество хочет перемен он должен что-то делать он должен участвовать в каких-то акциях мирных акциях только так Как можем мы привлечь внимание Евросоюза и Европарламента потому что Казахстан очень нуждается в инвестиции в Казахстан сейчас частные инвесторы не идут потому что законы не работают их никто не может защитить в случае чего А Европарламент это тот источник который открывает дорогу таким инвесторам Европарламент не будет ратифицировать не будет давать разрешение значит не будет инвестиций поэтому Назарбаев боится мерзость больше ничего не могу сказать А что он сказал Петр Остревич по поводу участия в протестах и по поводу гражданского общества Говорил что не надо ждать манную кашу сверху если общество остановилось если вы стоите на месте и топчетесь то вы обязательно уйдете и пойдете вниз Чтобы вверх пойти по лестнице надо идти вперед не надо бояться этого вы же ведь он говорит что вы же ведь не стреляйте вы же ведь камнем не кидаетесь вы же слово вы слово говорите это же ведь это неадекватная реакция власти говорит о том что власть слабая боится вас что у нас так же спрашивали знают ли в Казахстане о ситуации в Армении о том что там проходили массовые протесты можете тоже отвечать нам те кто смотрит сейчас прямой эфир знаете ли вы ситуации в Армении какие там сейчас происходят изменения. Как вы к этому относитесь? У нас евро депутаты постоянно об этом спрашивают. В Казахстане знают. Была информация, мы восхищались. В Казахстане знают, как в Армении мирная смена власти совершилась. Потому что народ вышел не 100 человек, не 200 человек, а тысячами вышел. Тысячами. Поэтому таким образом армяне вынудили власть уйти. И нам тоже надо взять пример и последовать за этим. Поэтому я очень прошу 6 июля выйти мирно, мирно, на мирную акцию. С четкими требованиями. Да, с четкими требованиями. Это понятно будет. Такие фонды, как открытый диалог, они донесут то, что мы хотим. Они оформят это грамотно на бумаге, чтобы этот документ лег как документ, как доказательство того, что воля народа, воля гражданского общества вот отражены. Сегодня даже во время встречи спросил этот депутат из Германии, Вольф, Вольф. А конкретный пример есть у вас, что преследование? Тогда Людмила Козловская открыла свою сумку и список положила. И мы начали... Счастливые политические заключенные. Да. Вот этот список, конкретный фамилик. Тут комментирую за кадром, говорю, еще 200 человек, тех, которых сейчас преследуют в результате участия в мирных протестах. Мы также все их фамилии обязательно сообщаем, особенно из Актау, Кастаная, Астаны, Алматы, то есть, ну, все, все... Уральск, обязательно все регионы называем, где проходили протесты, Шимкент, конечно, тоже. Поэтому все случаи, всех, от кого мы получили доверенности и заполненные анкеты, мы все эти случаи донесли евродепутатам не только в ООН на прошлой неделе, но сейчас тоже евродепутатам. А на следующей неделе мы будем в АБСЕ. И вот вот эти доказательства, вот сразу Вульф посмотрел на своего советника и она взяла в список, она взяла, она начала изучать все, потому что все написано на английском языке, это доступно. Иногда мы пишем на казахском языке и думаем, все вот должны знать об этом, но, к сожалению, они спрашивают конкретные люди, конкретные фамилии, конкретный случай. И вот тогда международные организации, они как раз являются теми людьми, которые эти доказательства им на стол кладут и оформлены грамотно. Спасибо большое. И только на окончании скажу, что завтра мы еще будем здесь с Еленой и мы будем сейчас с евродепутатами, одновременно европейский парламент будет обсуждать ситуацию в Молдове. Очень позитивным эффектом закончились протесты, значит, они еще до сих пор продолжаются, но тем не менее, один из важных результатов этих протестов то, что Европейский Союз сейчас заморозил очередной транш макрофинансовой помощи, это 100 миллионов евро для Молдовы, потому что правительство Молдовы, которое контролируется олигархом-полохотняком, не выполняет международные обязательства, нарушает права человека и пытается контролировать судей и путем давления на суде отменили выборы в городе Кишиневе. Это конкретный результат общества, которое вышло на улицы и протестует, поэтому каждый, кто борется, он получает свое. Всего доброго.